Международное сообщество прокуроров, представителей Организации Объединенных Наций, Совета Европы, Содружества Независимых Государств и Шанхайской Организации Сотрудничества. Впервые в таком составе ассоциации собирается в Сочи, где, конечно же, представитель каждой страны познакомится с постолимпийским наследием, этнографическим и природным комплексом Сочи. Но прежде тем, обусловленная острой ситуацией в мире. Это терроризм и насильственный экстремизм. Каждый из выступающих выразил российской стороне соболезнования в связи с трагедией в небе над Синайским полуостровом. Генеральный прокурор России Юрий Чайко отметил в своем докладе, что сейчас, как никогда, востребованы научные разработки по организации борьбы с терроризмом и методике проведения различных экспертиз. В настоящее время радикальные группировки, совершая преступления на национальной и религиозной почве, угрожают стабильности и порядку во многих государствах мира, в том числе на Евразийском континенте. Исламское государство, фронт Ан-Анн, Нусра и другие международные террористические организации превратили территории Сирии и Ирака в арену боевых действий. Наряду с этим наметилась очень опасная для нас всех проблема – возвращение террористов из зон вооруженных конфликтов в свои страны для участия в террористической деятельности, а также в вербовке новых членов международных террористических организаций. Только в составе группировки ИГИЛ воюют выходцы из ста стран мира. И угроза терроризма только растет, отмечают другие выступающие. Нарастает иммиграционный кризис, который осложняет криминогенную обстановку. Но сейчас все изменилось. В 90-х годах многие люди приехали в Австрию как беженцы. Они построили дома, они основали семьи, их дети выросли. И теперь, спустя 20 лет, те же самые дети, не все, конечно, слава богу, но некоторые из них стали очень радикально настроенными. Требуются новые способы борьбы и новые ответы на террористическую угрозу. Но бороться лучше всем вместе. Именно эти вопросы станут основными в ходе дискуссий, которые запланированы на ближайшие два дня. Каждый из стран поделится опытом предупреждения и пресечения терактов. И сегодня же в рамках конференции Международной ассоциации прокуроров состоялись двусторонние встречи. Генерального прокурора России с генеральными прокурорами Китая и Королевства Бахрин. Были подписаны программы сотрудничества на 2016-2017 годы. Елена Всецина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.